Так, двигаемся дальше. Близкие люди тоже могут прийти, ругаться, кричать. Тоже такое может быть. Что нужно делать? Отвечать тем же? Успокоить. Успокоить, да. То есть нужна энергия любви. Нужна энергия любви. Всё. Больше нет вариантов. Мать Тереза говорила, что на злобу, на категоричность, на тяжёлый, жёсткий тон можно отвечать только любовью. Нет других вариантов. Это касается всех ситуаций в нашей жизни. И эта любовь берётся только из молитвы. Человек не может отвечать вежливо, если у него нет силы внутренней. Надо победить ситуацию. Если мы с кем-то живём вместе, то нам придётся переваривать грехи этого человека. Грехи означают злоба, недовисть, неудовлетворённость, жестокость, напряжённость, категоричность. Поэтому пока мы не способны правильно понять ситуацию, с помощью Знания достигается счастье. Нужно понять, что делать, как жить. Нужно иметь Знание. Без Знания невозможно ничего поменять в своей жизни. Знание в чём заключается? Что если люди не умеют слушать друг друга, то они не поймут, как вести себя с ребёнком. Это невозможно. Потому что от него идёт такая сила наслаждения, что эта сила диктует отношения к человеку. Когда человек сильно наслаждается кем-то, то он своё чувство наслаждения приравнивает к Личности, которую он видит. Сейчас объясню, как это действует. Ко мне на приём пришёл один мужчина. Он попросил подобрать диету для него. Я подобрал ему индивидуальную диету. И потом он говорит, ну всё теперь понятно, чем сына кормить. Я говорю, а почему вам понятно, чем сына кормить? А он говорит, а потому что он такой же, как я. Я говорю, давайте бесплатно вам сделать диету сыну. Проверим, проэкспериментировать. Я сделал диету сыну, оказалось, у него совсем противоположное питание вообще. И по этой причине ребёнок страдает. То есть он теряет вес, теряет силы, слабеет, потому что питается неправильно. Почему он питается неправильно? Потому что в результате этого сильной энергии наслаждения, которая идёт от ребёнка, человек чувствует, что этот ребёнок, как бы, он вот такой же, как я. Так действует вот эта энергия наслаждения. Допустим, энергия наслаждения идёт от женщины. И мужчина считает, что вот моей жене нравится всё, как мне. Кто вот сталкивался с этой ситуацией? Поднимите руку. Частая ситуация, да? То есть мужчина считает, что вот моей жене нравится всё, как мне. Вот она на меня похожа очень сильно. Нет, так действует энергия наслаждения просто. У женщины свой характер, свои потребности в жизни. Но так как она обладает энергией наслаждения, это энергия наслаждения, естественно, уступает, даёт уступки. Поэтому женщина склонна уступать. Вот в данном случае женщина ест сырую пищу. Жена задала мне вопрос. Не потому, что она хочет эту сырую пищу есть, а потому, что она любит мужа и уступает ему. Так действует энергия наслаждения. Так же и у детей тоже. Дети уступают родителям из любви. Из этого чувства счастья, которое они испытывают от своих родителей. Чувство счастья идёт от веры. Женщина верит в мужчину, с которым она живёт, естественным образом. Верит. Хочется верить. Хочет верить ему. А дети всегда верят в своих родителей. Когда человек верит в кого-то, то он испытывает счастье от этого человека. Ну то есть вот дети в нас верят, допустим, да? И мы испытываем от них счастье. Вера даёт счастье. Вера является проводником счастья. Дети верят в родителей безусловно. Они просто верят в них, потому что они больше ничего в жизни не видели. Они маленькие, для них родители самые близкие. Они их любят, безусловно. И от них исходит счастье, потому что они верят. Итак, если человек не способен служить близким людям, жене, мужу, не устанавливаются взаимоотношения, они не слушают друг друга людей, каждый говорит своё, пытается это понять, это сложно понимаемая вещь, то в этом случае они никогда не смогут понять характера ребёнка. Они будут воспринимать его характер как отражение своего характера. Поведу вам историю, которую рассказал один из моих наставников. Это история всей его жизни, его судьбы. Он жил рядом по соседству с одной семьёй, в которой родители были инженерами. Это было ещё в те далёкие советские времена. Родители были инженерами, и они воспитывали своего ребёнка из настроения, вот это вот чувство привязанности. То есть это не любовь, это вот зависимость. Когда человек привязан к кому-то, он хочет, чтобы этот человек был такой же, как я. Эти родители хотели, чтобы ребёнок был тоже инженером. У него была совсем другая природа. Они пытались его очень сильно обучать разным наукам. Ребёнок учился плохо, они его заставляли учиться. В результате ребёнок постепенно потерял вообще всякий интерес к учёбе. И постепенно начала ломаться его психика. Когда человек постоянно заставляет, 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 а почему они заставляют? Потому что у них нет идеи подумать о том, что надо ребёнку. У них есть только одна идея. Они хотят, чтобы он был таким же, как они. Они считают, что это и есть счастье будет для ребёнка, если он станет таким же, как мы. Знаете, есть такой феномен, что человек всегда воспринимает мир через свою призму. Вот так начинающие врачи, например, они считают, что если им что-то помогло, значит, тогда всем остальным тоже поможет. И наоборот. Я как-то поехал на курсы по правильному питанию, послушать человека, и он начал говорить, что огурцы — это вообще отстой. Такая вредная пища. Я начал тестировать ему мысленно, протестировал огурцы, смотрю, ему не подходит. И он целый семинар про эти огурцы ругался. Хотя огурцы — хорошая пища. Кому-то подходит, кому-то нет. Но почему он не любит огурцы? Потому что человек склонен отождествлять собой всё, что видит. Как вы думаете, вот люди у меня начинают индивидуально подбирать камни человеку, ставят камешек, берёт его, начинают чувствовать, подходит человеку или нет. На первом этапе все до одного, кто учится подбору камней, все до одного, без исключения. Когда они начинают чувствовать, что подходит, как вы думаете, кому подходит? Им самим. Вот человеку вообще не подходит. А ему кажется, что это человеку подходит. А подходит только ему самому, и всё. И этот этап пробить очень сложно, понимаете? Так работает психика человека. Когда человек не направлен на служение, он направлен на себя, ему хочется выучиться, развиться. Он думает о себе только. В это время он не думает о другом человеке. Его психика не способна почувствовать и понять другого. Точно так же родители, когда они чувствуют счастья, энергию счастья от своего ребёнка, наслаждаются этой энергией счастья, они ребёнка в это время не понимают. Они его воспринимают так, как им хочется воспринимать. Они в нём видят свою мечту. Это стандартная вещь. Она преодолевается только огромной силой внутренней. И как ведёт себя родитель, который видит в ребёнке мечту? Он ребёнка склоняет в ту сторону, в которую он сам движется. Дай Бог, если у ребёнка такой же характер, темперамент, как у тебя, что бывает редко в основном. В основном так не бывает. Дети всегда рождаются ни в папу, ни в маму. Они рождаются в одного из четырёх бабушек и дедушек. Это всегда так бывает. Посмотрите внимательно на своего ребёнка. Вы видите, что он похож на кого-то из четырёх бабушек и дедушек, ваших родителей. Дети рождаются вслед предыдущего поколения. Это стопроцентный факт. Причём чаще всего мальчик рождает, перенимает качество родителей жены, а девочка перенимает качество родителей мужа. Поднимите руку, у кого не так. Ну поднимите, смело, смело поднимайте. Вот, видите, подняли три человека, четыре рук. Такое бывает. Теперь поднимите руку, у кого именно так. Смотрите, в основном все сзади. Итак, слушаем лекцию дальше, всё. А как ученики перебаривали вот это, пока учатся? Они никак не перебаривали, не мучились, мучились, мучились. И только когда человек начинает как миссию воспринимать вот это, он начинает служить другим, не думает о себе, у него постепенно развивается способность понимать человека, и он становится специалистом. На это требуется год. Представляете, как тяжело победить в себе вот это чувство желания наслаждаться энергией ребёнка? Невероятная вещь. Когда человек желает наслаждаться энергией ребёнка, у него включаются две вещи сразу. Первое, ему хочется баловать ребёнка, чтобы ребёнок не раздражался, чтобы он спокойно жил. А спокойно жить ребёнок будет только в одном направлении, он будет удовлетворять свои желания. А так как ребёнок неразумное существо, его желание имеет животную природу. То есть в нём будут животные наклонности развиваться в результате. Он не вырастет разумным человеком. И вторая наклонность, которая возникает, это желание ребёнка развивать в ту сторону, в котором я развиваюсь. Чтоб он был такой же, как я. Чтоб дальше меня наслаждал. Дальше чтоб наслаждение меня приносило. Первая вещь, желание наслаждаться ребёнком, вызывает также гнев, когда он делает как-то неправильно, и я уже не могу терпеть. И то, и другое не является воспитанием. А второе направление вообще вводит в иллюзию и заставляет человека развивать ребёнка вообще не в том направлении. Полностью. Я ещё раз повторяю, побеждаются эти вещи только тем, что человек сначала работает над собой, потом работает над своей семьёй. И когда он вообще в целом научился служить, у него хватает на это и силы, и знания, тогда в этом случае он начинает дальше служить своему ребёнку. Ну как это, что значит служить ребёнку? Служить ребёнку означает пытаться понять его как личность. Не как источник наслаждения, а как личность. Вот, например, что за личность ребёнок? Это личность, которая есть свои взгляды, он что-то лепечет, что-то несуразное, странное. И это надо очень серьёзно и глубоко оценивать, пытаться понять. Надо жить его жизнью. Вот этот детский лепет, который не имеет никакого смысла для взрослого человека, надо осмыслить, надо понять, что он и есть вот такой человек. Не тот, который вам даёт балдёж, а тот, у которого есть свои взгляды, своё понимание вещей. Надо разобраться в этих взглядах. Пусть они неправильные. Мудрый человек никогда не разрушает взгляды другого. Он пытается их направить в нужное русло. Вот, допустим, как делают глупые люди? Ребёнок что-то сказал, они ха-ха-ха-ха-ха. Что это ему поможет, ребёнку? Или вот, допустим, сейчас ситуация, сумка не там стояла. Так эта ситуация, она может вот убить вот здесь человек 40-50, а то и больше вот так по периметру. И все, ха-ха-ха-ха, сумка там взрывчатка. А кто попытался понять? Видите, пять человек попыталось понять. Вот это и есть правильное поведение. Да как вы хотите воспитывать детей? Вам Бог сделал экзамен небольшой, вы не поняли? Всегда, везде нужно пытаться понять. Неординарное мышление, не правда ли? Увидеть сумку и подойти, и как бы сказать, что там может быть взрывчатка. А ещё более неординарное мышление у ваших детей. Будьте уверены в этом на 100%. Они вообще мыслить не так, как вы, потому что у них другое вообще восприятие мира. Они воспринимают мир не так, как все обычные люди. Совсем не так. И как можно их понять? Только служа им. Служа этому маленькому существу. А служить означает закончить им наслаждаться. Наслаждение вызывает телесные концепции жизни. Наслаждение от человека не говорит о его сущности. Когда мужчина наслаждается женщиной, он вообще не понимает о его характере. Он вообще не имеет никакого представления о её характере. Никакого абсолютно. Его интересует только тело. И потом, когда тело женщины теряет эту силу, наслаждающую, она теряет, несомненно, то тогда эта женщина тоже его не интересует. Он ищет ту, которая наслаждает. Так разрушаются семьи. Маленького ребёнка так хочется поцеловать в попу везде. Даже его какашки вкусно пахнут. Но пожилую тётеньку попу никто не целует. Энергии наслаждения не идёт уже пожилой. А бабушке энергии наслаждения нет. Попу её не целует. Какашки не пахнут вкусно. Я почему об этом говорю? Чтобы вы поняли о том, что происходит. Мы покупаемся на то, что не приводит к счастью на самом деле. Итак, первая стадия воспитания ребёнка начинается с попытки его понять. Когда ребёнок видит, что его выслушивают, он говорит свой лепет. Родители выслушивают. Внимательно задают ему вопросы. Он раскрывается больше и больше в этом беседе. Он начинает раскрываться как цветок. Он начинает расцветать, потому что его принимают на том уровне, на котором он находится. Вот, допустим, вы сейчас мне задавать будете какие-то вопросы. Я буду ха-ха-ха, да ха-ха-ха над этим вопросом. И что, вы раскроетесь как цветок? Вы сядете и вообще больше ничего не скажете. Сто процентов. Иногда ваши вопросы даже в зале смех поднимают. Но я должен слушать внимательно, отвечать, пытаться понять человека. Так происходит воспитание. Иначе ничего не будет. Только любовь может поменять. Когда родители понимают своего ребёнка, он начинает чувствовать защиту. Чувствует, что можно обращаться к родителям в трудную минуту. Чувствует защиту. С этого начинается уважение к детям. Постепенно родители завоёвывают сердце ребёнка. Это непростая вещь. Сердце у ребёнка очень чувствительное. Оно ранится многими ситуациями. В ведах описано, что ребёнки, дети, они очень сильно страдают от непонимания этого мира, как себя вести в этом мире. Начиная с того, что они не могут слово сказать. Они сильно страдают от этого. Они что-то хотят сказать, а над ними все смеются. Они не могут даже... У них речь ещё не сформирована, логика не сформирована. Они даже не могут выразить свои чувства. Часто ребёнок заболевает чем-то. Родители не могут понять, что он болеет. Классическая ситуация. У каждого человека есть периоды астрологические в жизни. В один период человек нормально функционирует, а в другой период плохо. Теперь у меня к вам вопрос. А как вы думаете, сколько эти периоды могут длиться? Вот как вы думаете? Они могут длиться несколько лет, мои хорошие. Есть маленькие периоды, когда у человека слабость просто. Психическая, физическая. А есть периоды, которые длятся несколько лет. Самый большой период такой длится 7,5 лет у человека. У каждого человека в жизни два раза такой период наступает. 7,5 лет тяжело жить. Итак, вот, допустим, этот период тяжёлый попал на учёбу ребёнка в школе. Ребёнок учился, учился, потом бац, он говорит, мама, мне тяжело запоминать, тяжело учиться, тяжело слушать, тяжело всё воспринимать. Поднимите руку, у кого дети так говорят. Вот тяжёлый период, значит, идёт. И в это время, если вы ребёнка будете мучить, он просто убьёте его психику. Он вообще может с ума сойти, в психушку попасть. Потому что есть два типа надлома, когда человек не получает любовь в отношениях, ломается его разум, он становится глупым, вырастает глупым. Что значит любовь? Вот это то, о чём мы сейчас говорим. Человек глупым вырастает просто. Не будет разумным. Когда человек не получает понимания, ну, то есть он должен делать то, что он не может делать. Ну, допустим, ему трудно усваивать материал, а ему говорят, усваивай, потому что надо учиться в школе. Получай пятёрки. Всё. А он не может. У него плохой период идёт. Что тогда ломается? Ум ломается человеком. Ум. Психика, как вы правильно сказали. И человек сходит с ума. Сойти с разума означает вредные привычки, это всё исправляется. Но когда человек сходит с ума, рушится вся структура его тонкого психического тела. Он может в психушке так и остаться на всю жизнь. Когда ломается ум, структура человека ломается. Тогда уже всё. Восстановить её очень сложно. Возможно, но очень сложно. Когда ребёнка или родители начинают понимать, он начинает чувствовать защиту. Есть два типа защиты. Защита физическая. Ребёнок всегда стремится под защиту родителей. Как птенчик стремится к своей птичке. Вот. Под крыло. Это не развивает разум. Есть другой тип защиты, когда ребёнок стремится сказать что-то. Сказать звук означает деятельность разума. Ребёнок стремится сказать что-то своим родителям. Он говорит. Что-то говорит. Видите, вызывает, возникает смешно. Родители не должны смеяться, они должны слушать звук. Они должны общаться на уровне звука, на уровне разума. В этом случае возникает взаимность. Что значит взаимность? Ребёнок говорит что-то родителю, родитель понимает его, ему отвечает на том уровне, на котором ребёнок находится. Его языком. Я как-то в детстве смотрел одну передачу, и там, по-моему, что-то детская передача такая, и Ролан Быков сидел, они плыли в теплоходе, напротив ребёнка, смотрел на него, тот на него смотрел, и он пел такую песню. «Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его». То есть он только общался с любовью, с этим мальчиком, и он так внимательно слушает. Это называется взаимоотношение, взаимность. Понимаете, когда ты взрослому человеку, если такую песенку спеть, он будет смеяться на такую. Но ребёнок вот так и понимает этот мир. То есть он так и чувствует, он смотрит на море, он радуется ему. И когда взрослые то же самое говорят, он видит, что есть взаимопонимание. Поэтому детские фильмы отличаются от взрослых. У них другая логика, другое понимание вещей. Когда возникает взаимность, если мы понимаем ребёнка, ребёнок чувствует защиту. Когда ребёнок видит, что родители понимают его полностью, тогда он начинает понимать своё положение в отношении. Что значит понимать своё положение в отношении? Он тогда не боится быть младшим. Он подходит и спрашивает, задаёт вопрос. Родители сразу всё бросают, отвечают на вопрос. Это аскеза, отвечать на вопрос ребёнка. Потому что у ребёнка много вопросов, но у меня много дел. И когда человек отвечает на вопросы ребёнка, тогда ребёнок не боится быть младшим. Мы с детства детям отбиваем желание быть младшим. Он говорит, мы смеёмся, его отталкиваем, иди займись делами, отца не от меня, мне некогда. Мы отшибаем его разум, разрушаем его разум. Когда ребёнок понимает своё положение, дальше нужно, родителей появляется возможность учиться быть старшим. Когда родители понимают, что такое быть старшим, то в этот момент они полностью осваивают отношения с ребёнком. Родители становятся наставником для ребёнка. Быть старшим не означает делать строгий вид, грубый вид, жестокий вид, жёсткий вид и так далее. Это не позиция старшего. Это позиция того, кто не может справиться с ситуацией. Когда ситуация не в пользу человека, единственный способ для него это кричать, ругаться, злиться, грубить и так далее. Это не способ объяснить. Это способ просто что-то сделать в ситуации. Понимаете? Обычная ситуация какая? То есть мы просто строго, жёстко осекаем детей. Грубо осекаем, пытаясь их куда-то поставить в какую-то роль, которую мы им назначили. Допустим, надо кушать, садись кушать. Но ребёнок садится кушать, потому что у него нет выхода. Он находится в подчинённой ситуации. Но он выходит уже в 13 лет из этой подчинённой ситуации. В 13 лет у человека полностью меняется концепция жизни. Он не может уже спонтанно из страха подчиняться родителям. У него заканчивается страх к родителям. У него заканчивается ощущение подчинения, и он начинает бунтовать от таких отношений. Он выходит из-под контроля у всех, во всех случаях жизни. Если вы до 13 лет ребёнка не сдали экзамен, что вы развили с ним отношение разума, означает, он верит в вас, как старшего. Это вопрос веры. Если ребёнок верит в вас, как старшего, тогда в 13 лет он будет так же относиться к вам, как и раньше. Но он многие вещи будет делать самостоятельно уже в это время. И надо опять дать ему такую возможность. Не надо его ограничивать. Но объяснять ему, как лучше жить. Правильно, как жить. Так самое лучшее воспитание — это воспитание с помощью знания. Когда родители спокойно, с любовью объясняют ребёнку. Нужно ли детей ограничивать от чего-то? Да, если это касается их жизни и здоровья. Вот, допустим, если в сумке действительно взрывчатка, то есть это абсолютно точно установлено, дальше охранники не должны вообще общаться с нами. Они должны подбежать сюда и сказать «стоять, сидеть, лежать, выходить». Всё. Понимаете, в этой ситуации нет никакой дискуссии. Просто резкие и решительные действия, направленные на то, чтобы люди спасли свою жизнь. Люди при этом не будут понимать, что происходит. Вот, допустим, в Казани недавно сгорел супермаркет. И если бы там были люди образованные, они бы сделали следующее. Они бы просто вышвыривали этих шмоточников, которые из-за того, что они бегали таскать свои шмотки, они теряли жизни. Почему так происходило, я сейчас вам объясню. Потому что угарный газ, он незаметен. И он имеет такую природу, что валит человека сразу. У меня разок была такая ситуация. Я помолился какой-то день, помолился очень хорошо, лёг спать. И проснулся утром раньше обычного. Проснулся раньше обычного. И у меня появилось сильное желание сходить в ванную комнату. Ну, какое-то желание. Это не желание означать в туалет сходить, а просто, ну, желание какое-то побыстрее помыться, принять душ. Я так себе это объяснил. Когда я открыл ванную комнату, там дальше у нас за ванной стоит там вот эта вот вся техника там, всякие эти оборудования для прогрева дома там и так далее. И там был пожар. Ну, то есть, загорелась проводка, и уже вся ванная комната, она полна с дымом. И там был пожар. Его надо было тушить. Ну, первым делом, что я, как бы, родственников вывел на улицу всех. А потом я набрал воздуха в рот, взял, как бы, тряпку мокрую и побежал туда, чтобы... Ну, очаг пожара был небольшой, чтобы его накрыть просто и закончить это всё дело. А потом проветрить дом. И в тот момент, когда я выходил, я забыл, что нельзя дышать. Забыл просто. И чуть-чуть вдохнул. Не сильно, чуть-чуть совсем вдохнул. И когда я вышел оттуда, из этой зоны, дальше, знаете, что произошло со мной? Я пару минут не мог дышать. И вот так... У меня не вдыхается просто, и всё. Блокировался дыхательный центр. Из-за маленького, небольшого вдоха, дыма, который там находился в этом помещении. Из этого я сделал вывод, что люди легко погибают в зоне пожара из-за того, что этот дым обладает такой силой, что он лишает возможности дышать просто. И люди же об этом не знают. Они бегут спасать шмотки свои, выбегают наружу. И в тот момент, когда они попадают в зону задымлённости сильную, они уже не выбегают, а падают просто и задыхаются. Всё. Люди во время пожара не сгорают от пожара, задыхаются. Понятно, да, система? И какой способ реагировать в этом случае? Надо просто тем, кто знает это всё, что делать? Брать за шкирку и вышвыривать оттуда людей. Просто насильно. Точно так же надо поступать с детьми, когда ребёнок лезет под машину, лезет наркотики употреблять, лезет курить, лезет пить, лезет развратом заниматься и так далее. Но на западных странах за такое поведение сажают. Называется винильная юстиция. Означает, что нет никаких ситуаций, в которых бы ты мог строго поступать со своими детьми. Вы понимаете, дети — это неразумные существа. В ведах описано, как, допустим, родители могут защищать своего ребёнка. Точно так же, как птичка чирикает со своим ребёнком и учит его чирикать. То есть беседа птички с ребёнком развивает его разум. И в других ситуациях, когда ребёнок лезет из гнезда, она просто бьёт его крылом. И тот падает в гнездо назад. Два этих способа приемлемы. Один способ чирикать — объяснять. Второй способ — бить крылом. Природа уже всё запрограммировала и придумала. Дети, когда родители поступают очень жёстко, они не успевают даже обижаться. Вы заметили, что, допустим, ребёнок бежит раз, схватила за руку, отвела, всё. Он подчинился вот так раз, но не успел обидеться, всё. Это правильное поведение родителей. Пошёл резко, сильно, решительно. Когда это возможно? Когда родители сильно любят. Дети позволяют родителям резко, сильно, решительно себя вести. Ребёнок решил с наркоманами общаться, резко, сильно, решительно. Не пускать на улицу. Всё. Никаких вариантов. Если всё это действует сильно и непреклонно, ребёнок подчиняется, всё нормально происходит. Если начать с ней гемогогию разводить, в это время объяснять, там, ты знаешь, я тебя не пускаю на улицу, потому что это т-т-т-т. Всё это не работает. Когда у ребёнка, ему хочется чего-нибудь, он не понимает, зачем его ограничивают. В это время человек не контролирует сам себя. Есть два состояния сознания. В одном человек и функционирует разум, в другом нет. Давайте разберёмся, в каких. Если человек чего-то сильно хочет, разум не работает в это время. Нет смысла объяснять. Жена, допустим, влюбилась в кого-то, хочет куда-то пойти. Она влюбилась в кого-то. В это время разум не работает. Нет смысла объяснять. Потому что семья разрушится. Не надо ей всё это говорить, это бесполезно. Она всё равно это не поймёт. Что нужно делать? Не пускать просто. Всё это я не пущу просто. Она истерики покатает, успокоится всё. Хорошая система. Вам понравилась? Женщина? Понравилась женщина или нет? Понравилась? А это единственный выход. Нет больше выхода. Так же с детьми тоже. С мужем точно так же. Не надо мужу говорить, что милицию вызову. Надо просто вызывать. И всё. Он сразу успокаивается резко после этого. Я видел, как это происходит? Пугать бесполезно мужчину. Надо просто вызывать милицию. Если он берётся. И всё. Не раз вызвали, в следующий раз драться уже не будет. Ограждать человека от чувственных желаний нужно очень сильно и смело, решительно. С любовью, без злобы. Стараться.